Новогодний подарок. В Баранычах после ремонта открылась городская стоматологическая поликлиника. На проведение работ было израсходовано 540 тысяч рублей из городского бюджета. Меньше года в Барановичах работает бизнес-инкубатор. Цель работы – помочь идее воплотиться в реальный проект. Сегодня здесь строят свой бизнес 26 резидентов. С праздником Рождества Христова всех наших телезрителей поздравляют благочинный в Барановичского округа протеерей Александр Дичковский. Новый формат развлечений – игровой лабиринт для игры в лазертак – стал доступен жителям Барановичей. На улице Парковой в торговом доме ДТМ открылась Бизон-арена. Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней Барановичи». Новогодним подарком для всех жителей города стало окончание ремонта городской стоматологической поликлиники. Хотя во время проведения работ поликлиника работала в полную силу и пациенты неудобств не почувствовали, окончание работ – событие значимое. Что изменилось после ремонта, узнала наша съемочная группа. 540 тысяч рублей из городского бюджета было израсходовано на проведение ремонта городской стоматологической поликлиники. Заказчиком выступил Барановичский УКС, подрядчиком СУ-145-325. Основная цель реконструкции – укрепление перекрытий старой части здания, помещения, где располагаются холл, регистратура, хирургические и рентгеновские кабинеты. В начале года было принято решение о том, что мы будем в этом году заниматься реконструкцией этого здания, помещения, потому что на самом деле вот в таком ветхом состоянии пребывало это здание. Объект на самом деле был непростым. Пришлось усилять и несущие конструкции, и работы выполнены очень качественно и в срок. Поэтому я хочу сегодня, конечно же, и поблагодарить и заказчика в лице УКСа Барановичского городского исполнительного комитета, и ТРЕС-25, и СУ-145, которые вот с честью и достоинством качественно выполнили эти работы. Проведена реконструкция с модернизацией поликлиники, которая захватила в основном и хирургическое отделение. В хирургическом отделении создано два новых кабинета, престилизационная, улучшенные условия пребывания самих пациентов, оформен холл, сделано новое помещение нашего рентген-кабинета. Изменения замечаешь сразу в холле. В регистратуре появилось окно для обслуживания пациентов с ограниченными возможностями. Для них на первом этаже оборудован и лечебный кабинет. Основные изменения коснулись хирургического отделения и рентген-кабинета. По рентген-кабинету процедурная, улучшены условия труда рентген-лаборантов, установлено новое рентгеновское оборудование, закуплен радиоизиограф, который позволит нам передавать информацию непосредственно из рентген-кабинета на рабочее место врача-стоматолога. Локальная сеть охватывает все кабинеты. Дополнительно с целью обеспечения безопасности работы сотрудников и пребывания пациентов создана сеть видеонаблюдений. Косметический ремонт с заменой дверей в кабинеты сделали в ортопедическом отделении поликлиники. Перемены произошли и в актовом зале. Проведен текущий ремонт. Выделена зона и оборудован гардероб для сотрудников. Какой эффект от этого будет? Конечно же, условия работы персонала. Это более 150 человек, медиков. Конечно, они значительно улучшились. И в том числе и санитарно-бытовые условия появилось. И у каждого шкафчик для переодевания. Появилась комната приема пищи. Какие-то бытовые помещения. Ну и, конечно же, в совсем других условиях уже будут обслуживаться и наши горожане, которые получают здесь стоматологическую помощь. Городская стоматологическая поликлиника ежегодно обслуживает 110 тысяч пациентов. Ежедневно на прием сюда приходят порядка 700 пациентов. Работают 150 медицинских работников. Конечно же, и в следующем году мы будем продолжать насыщать поликлинику, это здание, современным оборудованием медицинским. Продолжаются работы по информатизации процесса. Уже будет работать в скором будущем и электронная регистрация. Вот поэтому, ну, как говорится, я думаю, что в следующем году еще больше мы прибавим в этот объект. Что касается нового оборудования, то еще до конца года в поликлинику поступят две новые современные установки стоимостью 7 тысяч евро каждая. А в планах на 2018 год получить дентальный томограф с функцией панорамной диагностики. Автобусный парк подготовил новогодний сюрприз жителям и гостям города. Жители города могли наблюдать украшенные мишурой и гирляндами автобусы номер 20 и 23. В салоне пассажиров встречали Дед Мороз со Снегурочкой, которые пели песни и дарили всем сладкие подарки. В последние дни прошлого года, 29 и 30 декабря, Барановичский автобусный парк открыл маршрут новогодний. Жители города еще в 2016-м смогли по достоинству оценить и поддержать идею автопарка. Поэтому в 2017 году по городу пустили два новогодних автобуса номер 20 и 23, украшенных мишурой и гирляндами. Здесь пассажиров с песнями и сладостями встречали Дед Мороз со Снегурочкой. По 23 маршруту у нас ходит волшебный автобус. Сегодня могут пассажиры наши ездить бесплатно. Если какой-нибудь контролер зайдет, я его заморожу. Да, Дедушка Мороз у нас волшебный, он все может. Водители волшебных автобусов в эти дни тоже вышли в костюмах Дедов Мороза. А рекламу в салоне сменили на новогодние песни. Уставшие загруженные люди от предновогодней суеты, видя праздничный транспорт, сразу же начинают улыбаться, делиться своими впечатлениями с другими пассажирами. Автобусный парк молодцы, они хорошо организовали. Дай Бог им тоже всего хорошего, успехов. Очень хорошо, приятно, спасибо вам большое, классно, и все хорошо. Дай Бог вам здоровья и всем, всем людям. Так, под веселые шутки, пассажиры провели 2017 год. Сотрудники автопарка обещают и дальше радовать горожан новыми интересными идеями. Благотворительную новогоднюю акцию в гостях у елки провели в городском дворце культуры для детей, находящимся в социально опасном положении. На мероприятие были приглашены 65 несовершеннолетних детей из 40 семей. Спонсорскую помощь в проведении утренника оказали предприятия и организации города. Новогодняя ночь Очень рада присутствовать на этом мероприятии. Я на нем присутствую не только как парламентарий, а, конечно, как член Союза женщин. И на этом мероприятии сегодня присутствуют 40 семей, которые оказались в социально опасном положении. Из них и вместе с ними 65 деток. И мы очень рады подарить им сегодня эту радость, подарить им подарки, поздравить с Новым годом и пожелать, чтобы в будущем году в этих семьях было только благополучие, только здоровье, только порядок и только уют. На учете в городе состоят около 170 таких семей. В них воспитывается более двухсотни несовершеннолетних детей. Благодаря слаженно организованной программе Новый год пришел в каждый дом. Поздравить ребят с праздником во дворец культуры пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Веселые песни, хороводы и звонки, детский смех сопровождали мероприятия. И, конечно же, долгожданные сладкие подарки. У нас есть семьи, которые находятся в социально опасном положении, но работа территориального центра и деятельность общественного объединения нашей городской организации «Союз женщин» направлена не только на радостные моменты, но мы должны помогать женщинам и людям, и семьям, которые оказались в трудной ситуации. Поэтому мы поддерживаем эти семьи. Детки как бы ни в чем не виноваты. У них должен быть праздник, у них должны быть подарки, у них должен быть Дед Мороз. Сплочение семьи – основная цель новогоднего праздника, и общими усилиями неравнодушных людей ее удалось достигнуть. Мама и папа вместе со своими детьми провели незабываемый час вместе, окунулись в атмосферу теплоты и уюта. Сегодня православные верующие отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. Самый радостный, светлый и добрый всех христианских праздников. Ведь это день рождения Сына Божьего, кто мученической смертью расплатился за грехи человеческие, и кто своим воскрешением дал надежду и крепил веру. В православных храмах повсеместно проходит торжественное богослушение. С праздником Рождества Христова всех наших телезрителей поздравляет благочинный Барановичского округа протеерей Александр Дичковский. Дорогие братья и сестры! В эти святые благословенные дни, когда весь христианский мир торжествует и славит рожденного в Вифлееме Богомладенца Христа, от всей души поздравляю вас всех с великим спасительным праздником Рождества Христова. В одном из песнопений праздника Церковь так говорит о смысле и значении Рождества Христова. Христос рождается, прежде падшей восставить и образ. Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, приходит в мир, чтобы возразить согрешившего человека к новой вечной жизни в Царстве Божием. И по своей незреченной любви Отец Небесный посылает Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И эта неизреченная божественная любовь пусть побуждает и нас, дорогие, к ответной сыновней любви к Богу и всем людям. Сердечно поздравляю вас с наступившим Новым Годом нашей земной жизни. Милость Божия, благодать рожденного в Вифлееме Богомладенца Христа, да пребывает над всеми нами, укрепляя наши духовные и телесные силы. Пусть наступивший Новый 2018 год будет, по милости Божией, временем мира и согласия, укрепления всех нас в вере. Желаю всем, вашим родным и близким, каждому дому любви, долготерпения, благополучия и дальнейших благословенных успехов в ваших трудах и заботах. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, какой смысл сегодня люди вкладывают в этот праздник и что Рождество значит для горожан. 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Накануне этого дня принято соблюдать пост, ходить в церковь, рассказывать детям о рождении Христа. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать, что сегодня значит этот праздник, что для наших горожан значит Рождество Христово. Рождество – это рождение Иисуса Христа, который пришел, чтобы спасти этот мир. Для меня очень большой праздник, но моя семья празднует и с 24 на 25, и празднует 7 января. И очень большое значение придаем этому празднику. Я вообще верующий человек, и у меня нет такого, чтобы потребление спиртных напитков, потому что я не считаю, что это есть символ праздника. Но в наше время забыт символ, вообще культура праздника. У нас больше, в Беларуси, например, больше предпочтения отдают Новому году. Рождество – это веселье, радость, добро. Вот у меня так ассоциируется этот праздник Рождество. Рождество – это, во-первых, семейный праздник, и он собирает всю семью вместе, сплочает нас. Для моей семьи он очень важен, поскольку каждый раз, когда мы собираемся, это дает нам возможность быть вместе, понять, насколько мы дороги друг другу. Как бы нет у нас в семье такой большой традиции, да, Рождество. Единственное, что как бы вот из детства помню Кутя, то есть, да, то есть с маком там эти бублики. Вот, ну и просто семейное, как бы не было воспитания такого прям совсем, сходить в церковь, вот все. Вот, на сегодняшний день, наверное, просто праздник. Рождество само по себе, вот, с шестого на седьмое, все ночные службы во многих храмах города будут происходить. Рождество само по себе для верующего человека не вызывает никаких сомнений, что это рождение самого Господа происходило более двух тысяч лет назад. Вот, и то, что этот праздник, он как бы такой один из самых главных праздников, потому что сам Господь воплотился, да, то есть Господь и Бог наш Иисус Христос, он воплотился в этой жизни, в земной, и далее уже следовала его земная жизнь, то есть подрастание, взрастание его, его уже определенные там деяния такие, как там чудеса, творение чудес там, и уже путь на Голгофу. Но Рождество само по себе, это начало пути, и это великий праздник на самом деле. Это большой православный праздник, как бы очищается душа, ну, большой праздник, это даже вот, это самый Новый год, не такое Рождество, ну, вот, светлый праздник такой. Для нас это семейный праздник, семейную надо отмечать, что это праздник, хороший светлый праздник. Рождество, это когда вся семья собирается вместе, потому что все живут в разных городах, и для нас, наверное, любой праздник, это большесемейная традиция, где мы все собираемся вместе, встречаемся друг с другом, обмениваемся какими-то новостями, эмоциями. Самый большой праздник – Новый год, Рождество и Пасха, ну, остальные праздники – это проходящие, уходящие. Рождество, как, наверное, для любого из жителей нашей республики, то есть это, естественно, региозный праздник, отмечаем всей семьей, мы у нас традиционно, получается, собираемся с родителями, приходим к ним в гости, отмечаем вместе, к нам же в гости приходят наши крестники, и, значит, ну, соответственно, вручаем друг другу подарки, вот, ну, и к тому же получается так, что у моего младшего брата 7 января день рождения, поэтому, соответственно, что мы, если есть возможность, то встречаемся еще и с ним, но это не всегда получается, он живет в городе Могилеве, вот, если нет, то, соответственно, что поздравляем по телефону. Поэтому, конечно, праздник, который мы с радостью душевно отмечаем. Рождество – это самый хороший праздник, мы его всегда встречаем с бабушкой и дедушкой, Рождество – это всегда подарки. Это семейный праздник, праздник любви, семьи, добра, мы всегда собираемся вместе, стараемся, вот, и всегда ходим в церковь, в храм у нас есть, я живу не здесь, у нас есть свой храм, где мои дети крестились, родители мои жили, вот, поэтому я считаю, что Рождество – это самый светлый праздник, который дает оптимизм жить дальше и надежду на будущее. Помочь идее воплотиться в реальный проект – смысл работы барановического бизнес-инкубатора. Выращивать предпринимателей здесь начали семь месяцев назад, за это время многое сделано, число резидентов уже возросло до 26. Как сегодня работают бизнес-инкубаторы, какие перспективы развития, узнала наша съемочная группа. Бизнес-инкубатор в Барановичах был создан в начале 2017 года. Процесс инкубирования достаточно прост. Начинающий бизнесмен получает офис по льготным арендным ставкам и широкий спектр консультаций по всем насущным вопросам. Помогая предпринимателям расти, инкубатор растет и сам. Барановичский бизнес-инкубатор востребован в нашем регионе. И наша работа, которую мы сейчас проводим, также очень необходима нашему малому и среднему бизнесу. Что подтверждается нашей статистикой? На данный момент в Барановичском бизнес-инкубаторе размещается 26 организаций и индивидуальных предпринимателей, что составляет 110% от концепции развития Барановичского бизнес-инкубатора до 2020 года. То есть, как мы видим, мы выполнили весь спектр запланированных услуг за 7 месяцев нашего существования. И стоит на данный момент вопрос о расширении Барановичского бизнес-инкубатора. Власти города пошли нам навстречу и предложили несколько вариантов, из которых мы сейчас прорабатываем каждый из них, и будет принято решение, как и где мы будем дальше расширяться. Первые месяцы работы показали, проект востребован. Уже через три месяца после открытия бизнес-инкубатора три четверти предлагаемых площадей были заполнены резидентами. Начинающему бизнесмену может оказать помощь юрист, бухгалтер, специалист по кадрам, охране труда, менеджер по развитию. Помогут и проанализировать рынок. Основная цель, естественно, это помогать предпринимательству. Ну и, соответственно, я считаю, что мы предоставляем приемлемые, даже приятные, можно сказать, условия для наших предпринимателей. Основной причиной, я считаю, почему люди должны к нам идти и идут, я считаю, что мы предоставляем, во-первых, площади, где можно заниматься своим бизнесом. Предоставляем важную часть бизнеса – это информацию, потому что без информации в наше время очень сложно. Наш мир и наш век информационных технологий и информации – это очень важно. Нужно знать, что нужно делать, как нужно делать, когда нужно делать. И вот эту информацию мы предоставляем. Сегодня в инкубаторе работает 26 резидентов, которые занимают около 80% имеющихся площадей. В офисах разместили швейное производство, фитнес-зал, фотостудия, танцевальный зал, салон красоты и многое другое. Елена Станкевич вместе с мужем открыла швейное производство для детей до трех лет. Мы решили, сможем открыть ИП. Нас привлекла эта идея, так как нам детские вещи очень нравятся. Они у нас из трикотажа. Мы производим детские вещи от ноля до трех. Привлекла идея бизнес-инкубатора, потому что здесь приемлемые цены, хорошие условия. Из перспективных планов на ближайшее будущее – реализация совместного с Барановичским государственным университетом образовательного проекта. Между учреждением образования Барановичский государственный университет и Барановичским бизнес-инкубатором на сегодняшний день заключен договор о сотрудничестве. И в рамках данного договора уже создан филиал кафедры информационной системы технологий. Студенты нашего университета в филиале кафедры информационной системы технологий будут отрабатывать практические навыки по разработке программных продуктов для нашего бизнеса, для наших предприятий, организаций города и района. В будущем мы планируем создать бизнес-инкубатором консалтинговый центр по вопросам юридического, экономического, психологического и бухгалтерского характера также для наших начинающих предпринимателей, наших бизнесменов. Сегодня в Брестской области работают два бизнес-инкубатора в нашем городе и областном центре. Они позволяют дать старт малому предпринимательству, способствуют созданию новых рабочих мест, а это новые технологии и подходы к производству, а вместе с ним и в целом движение экономики вперед. Новый формат развлечений, игровой лабиринт для игры в лазер-так стал доступен жителям Барановичей. На улице Парковой в торговом доме ДДМ открылась Бизон-Арена. В Барановичах появился новый формат развлечения – Бизон-Арена. Это специализированная арена, состоящая из большого игрового лабиринта, предназначенного для игры в лазер-так. На открытии Бизон-Арены собралось большое количество желающих опробовать новый вид развлечений. Для самых маленьких гостей был подготовлен сюрприз – игровое представление с Фиксиком, Снегурочкой, ну и, конечно же, Дедом Морозом. Известные сказочные персонажи играли с детишками, проводили конкурсы и дарили подарки. Но самым ожидаемым событием всех собравшихся стало приглашение Деда Мороза в фантастический мир Бизон-Арены. Как только заходишь вовнутрь, то появляется впечатление, что попал в другой космический мир. Всем гостям в день открытия организаторы преподнесли еще один подарок – возможность бесплатно поиграть в лазер-так на новой арене. Сегодня мы открыли так называемую Бизон-Арена. Это виртуальная реальность, значит, это компьютерная игра в вредном времени. Игра лазер-так довольно популярна уже в Европе, уже ей более 15 лет, ну и, наконец-то, вот она дошла до нашего города. Лазер-так – это своего рода высокотехнологичная компьютерная игра, которая проходит не в виртуальном пространстве, а в реальном времени и реальном мире. Суть игры состоит в поражении противников безопасными лазерными выстрелами из бластеров-автоматов. Попадание луча фиксируется специальными датчиками, закрепленными на элементах одежды всех игроков. Играть данную игру можно как детям от 6 лет, так и взрослым. У нас есть несколько тарифов, которые люди могут подобрать для себя более удобный. Это, значит, просто прийти поиграть, это от 4-х человек, значит, либо отметить день рождения. То есть у нас можно заказать и комнату отдыха, значит, есть кафе, которое работает при торговом доме, поэтому все очень удобно и доступно. Клуб «Бизон» уже давно известен в Барановичском регионе. По итогам работы за 2016 год Белорусской Федерацией пинбола наградила Клуб «Бизон» кубком «Лучший организатор тактических игр 2016». В этом году «Большая тактическая игра» от «Бизон» клуба номинирована на звание «Лучшей игры в регионах Российской Федерации». У нас уже есть опыт работы с учебными заведениями, с БРСМ, поэтому, конечно, мы будем продолжать с ними работать, и это у нас как традиция. Важно отметить, что сам игровой лабиринт выполнен в космическом футуристическом стиле. Каждую игру будут сопровождать визуальные и музыкальные эффекты. Можно не сомневаться, что стробоскопы, домовые пушки и другое современное оборудование сделают игру по-настоящему двеличной и незабываемой. Мне понравилось стрелять. Мне понравилось отслеживать противников. Мне понравилось, как прятались и стрелялись. Довольными в этот день были не только дети, которым удалось поиграть в увлекательную игру, но и их родители. Один ребенок уже сыграл, сейчас второй будет играть. Я скажу, что первый мой ребенок остался очень доволен игрой. Ему понравилось и побегать, пострелять, поохотиться, самому же попрятаться. Так это, в общем-то, игра для мальчиков. Как для мальчиков, которые потом становятся парнями, которые потом становятся мужчинами. Игра, которая, ну, можно рассматривать само открытие вот этого игрового центра не только как явление такое вот, как, можно сказать, развлекательное, но и как социальное. Пусть лучше дети сюда ходят и играют в такую вот игру, чем нежели где-то на улице занимаются непонятно чем. И можно воспринимать как бы вот этот вот развлекательный центр не только как для детей, но и как для семейного отдыха. Сюда может прийти не только ребенок поиграть, но и привезти своих родителей, чтобы и родители вместе с ним поразвлекались. Располагается Бизон-арена по адресу город Барановичи, улица Парковая, 37, здание торгового дома ДДМ, 2 этаж. Работать будет ежедневно с 9 утра до 20.00. Праздник или даже просто игра, проведенная в таком интересном месте, останется в памяти надолго. Бизон-арена супер! Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго! До свидания!